Давайте попробуем вновь подключиться к нашей гости. Ксения, здравствуйте! Еще раз! Здравствуйте! Как началось ваше утро нового дня? Очень рано. В условиях самоизоляции, конечно же, наш график стал более свободным, поэтому мы размеренно живем сейчас. Скажите, вот дистантная работа музеев, что это такое, как вы живете теперь? Ну, мы, в принципе, как и многие российские музеи, стараемся быть ближе к нашим подписчикам, к нашим гостям, поэтому ежедневно мы предоставляем для них новую информацию о залах дворца, об истории дворца. Мы сейчас запустили интересные ролики, прогулки поливодийскому парку. Поэтому мы стараемся быть ближе к людям и, конечно же, не оставлять их грустить вот в таких достаточно сложных условиях, в которых оказались мы все. Скажите, а какие-то специальные высокие технологии-то надо были для этого? Я не знаю, может быть, какие-то камеры, какие-то суперсложные системы, электронные программы какие-то особенные? Ну, пока мы стараемся делать все своими силами, поэтому отдел просветительских программ, которым руковожу я, готовит различные интересные рассказы, тексты о Ливаде, о различных интересных историях из жизни дворца или из жизни, например, царской семьи. Ну и какой... Ну, в принципе, у нас есть план сделать виртуальный тур. Я думаю, что в этом году он будет доступен на сайте и на всех платформах. И что будет главное, основополагающее в этом туре? То есть как вот хотите проводить эти экскурсии? По основным залам дворца, потому что не у всех есть возможность посетить наш объект. А там появятся те залы, которые закрыты для туристов? В принципе, мы показываем большинство залов, потому что остальные все-таки, они имеют свои такие технические предназначения, либо служебные. Ксения, скажите, вот я знаю, что буквально недавно у вас новой достопримечательностью музея стал солярий, который открылся на крыше, там был проведен ремонт. Туда вы не проведете экскурсию электронную? Само собой, конечно. Это одна из самых видовых точек. А лично у вас есть какая-то достопримечательность музея, которая вызывает особенные чувства? В экскурсионном рассказе, наверное, больше всего люблю итальянский дворик. С особым вдохновением рассказываю всегда о нем. И, конечно же, у людей это вызывает самые положительные чувства. Потому что многие вспоминают различные фильмы, где появился этот итальянский дворик. И большинство, конечно же, вспоминают собаку на сене. Поэтому у всех посетителей, у читателей, у подписчиков Ливадийского дворца итальянский дворик занимает первое место. Ксения, ну и, наверное, последний вопрос, но такой, с подковыркой, скажем так. Я знаю, что помимо дворца в комплекс входит, разумеется, и парк, который с особой трепенностью закладывался Николаем Красновым. По нему экскурсия будет? Ну, мы уже сделали два ролика про объекты по Ливадийскому парку. И я думаю, что мы в дальнейшем добрунем эти ролики различными рассказами о тех объектах, которые сохранились до революционного периода. Вы имеете в виду турецкую беседку? Я имею в виду и фонтаны, которые сохранились на территории, и территория, где сейчас стоит памятник Александру Третьему. Там когда-то был малый дворец, в котором этот император проводил свое время. Ну и турецкая беседка, само собой. Ну, я и вся редакция наша желаем вам, вашей команде больших творческих успехов. И большого количества просмотров. Ну, я думаю, это обеспечено. Спасибо большое. Спасибо, хорошего вам дня. Спасибо большое вам.